В середине июля крупная делегация Гомельщины приняла участие в одной из самых масштабных выставок в мире Экспо-2015. Сегодня вместе с гостем программы «Диалог» вспомним это значимое событие и поговорим об основных направлениях деятельности Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Марина Владимировна Филонова, генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Окончила Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины по специальностям организации механизированной обработки экономической информации и современной иностранной языки внешнеэкономической деятельности. Трудовой путь начала инженером на Гомельском радиозаводе в 1981 году. С 1989 в Гомельском облсполкоме специалист отдела внешнеэкономических связей Комитета экономики, заместитель председателя, начальник отдела внешнеэкономических связей Комитета экономики, советник председателя облсполкома. С 8 ноября 2013 года генеральный директор Гомельского отделения БелТПП. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Марина Владимировна, рад видеть в студии программу «Диалог». Здравствуйте. Мы начинаем. Я напомню для наших зрителей, в середине июля крупная делегация Гомельской области приняла участие в выставке «Экспо-2015». Чем запомнилось именно вам это событие? Поделитесь впечатлениями. Это просто событие колоссальное, потому что такие крупномасштабные события не часто в мире происходят. Даже то, что оно происходит реже, чем проходят Олимпийские игры, говорят само за себя. И масштабность его в том, что много стран были представлены на этой выставке. Поэтому это просто колоссальное мероприятие, огромная выставка, в которой обязательно надо принимать участие. Я очень рада, что Беларусь принимает в нем участие. То есть, другими словами, я думаю, что как минимум для всех членов делегации Гомельской области это еще и хороший опыт? Безусловно. Это опыт, это возможность посмотреть на такие мероприятия, посмотреть на примере павильонов, что представляют собой страны. Тем более, каждая страна пыталась внести изюминку в то, что они представляли на «Экспо». Это очень важно. Корреспонденты телерадиокомпании «Гомель» тоже побывали на всемирной выставке «Экспо-2015». Самые яркие моменты международного форума прямо сейчас в материале моих коллег. Павильоны 140 стран-участниц занимают общую площадь около 200 гектаров. Не последнее место здесь отведено и белорусским блюдом. Национальный павильон нашей страны за время работы посетило более 270 тысяч человек. Во время открытия Дней Гомельской области здесь также многолюдно. В торжествах приняла участие и делегация Юго-Восточного региона Беларуси во главе с председателем облсполкома Владимиром Дворником. Я думаю, что сегодня хороший урок для всех нас. Мы все это увидели. И самое главное, руководители увидели вместе со мной. Поэтому я думаю, что успех будет. И вы видели, наверное, какой интерес у бизнеса Италии к нашей области и к тем товарам, которые мы сегодня представляли. Познакомиться со спросом и предложениями, установить новые связи с прицелом на длительные деловые отношения. Каждый имеет определенную пользу от участия в выставке. В 2011 году между Калинкенским районом и Капанори, Италия, было подписано соглашение о сотрудничестве. В сфере и культурной сферы, социальной и производственной. И вот сегодня мы передали еще раз предложение для того, чтобы итальянские партнеры наши посетили наш Калинкенский регион. Для более еще тесного и плодотворного сотрудничества во всех сферах народного хозяйства. Интернет сегодня значительно расширил возможности поиска, в том числе торгово-экономических партнеров. Но ничто не может заменить живых человеческих отношений и контактов реальных. Почти 100 зарубежных партнеров, в основном это представители бизнеса Италии, выразили заинтересованность в сотрудничестве с Гомельской областью. Мы хотим сегодня и возлагаем одежду в первую очередь более конкретные воплотить в жизнь и стать более реальными проектами с Белоруссией. Поскольку мы с Белоруссией уже в принципе работаем очень много лет. Кстати, на территории области уже работает 9 предприятий с итальянским капиталом. Объем инвестиций из Италии в регион в прошлом году составил почти 17 миллионов долларов. По мнению бизнесменов, не первый год работающих на белорусском рынке, инвестировать в экономику страны в целом и Гомельской области в частности, это выгодно. Выбирали Гомель как место, где фиксировать и где ставить как раз наш центральный офис, наши деятельности в Белоруссии. По одной простой причине. Там было как раз самое большое количество предпринимателей между другими областями. И это первая причина. А вторая, потому что как раз это является такой интересной область, где как раз есть сильные связи с другими странами. Во время встречи делегации Гомельской области с деловыми кругами Италии в Милане состоялось подписание трех соглашений. Под одним из них между консорциумом So&Co, агентством Солидорита и Мерката Италии и Гомельским областполкомом свою подпись поставил губернатор нашей области. Парафирование соглашения о реализации инвестиционного проекта итальянской компании «Дрилмэк» на территории свободной экономической зоны Гомель-Ратон и трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Гомельским отделением торгово-промышленной палаты, администрацией СС и итальянской компанией «Фо Консалтинг» подытожило работу официальной части встречи. На следующий день делегация нашей области посетила Парму. Между этой итальянской провинцией и пятью регионами Гомельщины взаимоотношения в социально-экономической среде и туристической отрасли документально были закреплены осенью прошлого года. Также установились деловые отношения между белорусскими и итальянскими фермерами. В рамках протокола о намерениях с итальянской национальной ассоциацией животноводов «Фризон» специалисты кормянщины, чечерщины и открытого акционерного общества «Мелковита» получили опыт работы по технике пересадки эмбрионов крупного рогатого скота. Финальной точкой официальной встречи в Парме стало подписание соглашения между провинцией Парма и Гомельским областполкомом о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Книжний визит – это очень важный визит, очень значимый визит, который позволит нам развивать уже существующие отношения в сфере гуманитарной деятельности и на который мы рассчитываем повести вперед проекты, связанные с коммерческими вопросами и с работой в этом направлении. Не все, что увидели гомельщане на Пенинах, можно внедрить на белорусской земле, но полезные уроки получили. Время покажет, насколько удалось закрепить деловые отношения и воплотить в жизнь передовой опыт итальянских сельхозпроизводителей. Ваши короткие комментарии по только что увиденному материалу. Всего несколько дней длилась выставка и столько событий мы увидели в сюжете. Да, событий было много, потому что вообще сам визит был очень многоплановый и много организаций принимало участие в его подготовке. Мы отвечали за деловую часть, то есть за ту работу, которая велась на павильоне в рамках экспо и работали с деловыми кругами, привлекая их для переговоров. Поэтому, ну вот даже посмотрев вот этот сюжет, так приятно вспомнить. Работа была действительно кипящая такая, очень большой интерес, что очень радует. И теперь действительно от нас зависит, какой результат будет. Марина Владимировна, знаю, что специалисты торгово-промышленной палаты готовили визит делегации деловых кругов в Гомельской области на это мероприятие. Какую заинтересованность вызвал этот проект и у руководителей предприятий, и у представителей компаний, частных и государственных? У нас делегация была большой, более 40 человек. Такой делегации до нас не представила ни одна область, они были все намного меньше. И, соответственно, мы работали над тем, чтобы у каждого из предприятий были свои контакты. Учитывая направленность этой выставки, пищевую, накормим планету, ее девиз, конечно, мы работали в первую очередь на предприятии агропромышленной сферы, на пищевую переработку. Это интересно для нас, в этом продвинутые итальянцы. Поэтому мы очень старались, чтобы пришли те компании, которые могут быть друг другу полезны и взаимовыгодны. В этом главная задача наша. Насколько плодотворной для Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты оказалась эта поездка, каков эффект и есть ли уже сегодня отдача? Да, уже есть отдача. Очень радует, что действительно контакты оказались плодотворными. Во-первых, прежде чем мы кого-то привлекали принять участие в Дня Гомельской области, в первую очередь мы обращали к своим коллегам. Это торгово-промышленная палата Италии, более чем на 70 палат. Мы сделали рассылку, плюс мы сделали рассылку и всем нашим партнерам вообще в мире, в Европе, которым мог бы быть интересен формат этого Экспо. Она всемирная выставка, и естественно, они каждый хотели не только посетить эту выставку, но и провести деловые переговоры. Поэтому результаты были уже там, и результаты начались прямо вот буквально после первого дня презентации, уже на e-mail, и стали поступать и мне в том числе предложения, и предложения сотрудничества. Что говорить, я вот слежу за новостной лентой постоянно, то и дело появляется информация об ответных визитах. Расскажите об этом. Да, они уже начались, и нас очень радует, что вот и завтра уже состоится визит итальянской делегации. Следующая делегация намерена приехать уже в конце августа, и мы сейчас направляем всем предложения, и хотели бы сделать такой ответный, скажем, форум. Он, возможно, пройдет у нас в рамках одной из выставок, потому что многие итальянские партнеры, иностранные партнеры высказали пожелание приехать в Гомель в октябре-ноябре этого года. Поэтому мы будем формировать наше предложение. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле 77 68 45. Но, а мы продолжаем. Как понимаю, международное партнерство – приоритет в работе. Насколько насыщенным в этом плане оказался 2015-й? 2015-й насыщен, не менее насыщен, чем была насыщенность 2014 года. Просто вот наша позиция как коллектива Гомельского отделения в том, чтобы мы проводили больше мероприятий. И просто могу назвать вам такую цифру, что в 2014 году было проведено нами 150 мероприятий. То есть фактически 13 мероприятий ежемесячно. Это значит, каждые два дня мы проводим мероприятия. Естественно, в геометрической прогрессии растут наши контакты. И провести мероприятие – это одно, а дальнейшее – это та работа, о которой вы говорите. В этом году мы провели уже за полугодие 75, то есть фактически половина, и мы не снизили планку. И у нас очень много наработок, мы складываем цепочки этих визитов. Нам интересно и важно продолжать работу с нашими партнерами таким образом, чтобы они приехали к нам, мы приехали к ним. И мы каждый раз видели новый этап, новый шаг в нашем сотрудничестве. Я думаю, со мной согласитесь, одним из ярких примеров в этом плане стал прошедший весной этого года в Гомеле Конгресс свободных экономических зон Северной и Восточной Европы по-настоящему масштабное мероприятие. Здесь много нового было для нас. И в формате. И в формате. И в количестве участников. Безусловно. Потому что, во-первых, это опыт хорошего сотрудничества со свободной экономической зоной. То есть две организации, которые содействуют развитию внешнеэкономической деятельности региона, смогли организовать вот такое мероприятие. Безусловно, огромную поддержку получили от Всемирной Федерации свободных экономических зон, которые поддержали и сделали много для того, чтобы было успешным мероприятие. Но сам формат мероприятия для нас очень полезен еще и тем, что в этом мероприятии наши партнеры высказывали свое мнение о нас. Они делали анализ нашей территории, нашего региона. И рассказывали об этом в том числе и нам. Скажем, это своеобразная такая учеба и нас тоже. О том, как нам надо работать, в чем нам надо продвигаться еще, чему нам надо научиться. И это очень важно. Мы хотим этот опыт сейчас поддержать и продолжить проведение подобных мероприятий. Я думаю, что такие проекты – это не только реклама товаров и услуг наших местных, но еще и самого региона. И это тоже очень важно. Ведь имидж – это очень важная сфера. Ну и даже вот вы говорите имидж. Действительно, это очень важно. Если говорить Экспо в Милане и Конгресс – это все мероприятия, которые учат нас формировать правильно имидж своего региона и правильно его подавать и продвигать. Ведь очень много сейчас форм новых, много инструментов. И когда мы видим многие организации, которые представляют себя и представляют свой имидж, мы можем сравнить, кто сделал это лучше, кто сделал это хуже, выбрать лучший опыт для себя и ему следовать. Это очень важно. И вот эти мероприятия, как Конгресс, как Экспо в Милане, они именно обучающие с точки зрения продвижения имиджа своего. Ну и другими словами, наши гости, гости Гомельской области видят правдивую информацию о чистой, красивой и современной Беларуси, которой зачастую, к сожалению, эта информация не всегда хватает за границей. Вот мне очень интересно, насколько интересна гостеприимная Гомельщина и наши проекты зарубежным гостям? Интересно. Даже если говорить о том, каким результатом мы завершили, скажем, Конгресс, то это то, что нашим партнером и нашим гостем на Дня Гомельской области в Милане был господин Торренс, президент Всемирной Федерации Свободных Экономических Зон. То есть он приехал к нам в Милан по нашему приглашению, чтобы провести переговоры. И приехал не просто так. Он приехал уже подготовив по результатам Конгресса проект по взаимодействию на базе Свободной Экономической Зоны Шанхая. И мы его обсуждали. И поэтому надеемся, что вот это был еще один результат и все остальное еще только впереди. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон в Гомеле 77 68 45. Сразу после короткой рекламы вернемся в студию и продолжим диалог. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость студии, генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова. Марина Владимировна, мы возвращаемся к разговору. Одно из основных направлений деятельности Гомельского отделения торгово-промышленной палаты – организация выставок и ярмарок. Каких результатов удалось достичь уже сегодня? Во-первых, мы сделали для себя такие, скажем, направления приоритетные, которые мы видим, должны срабатывать и срабатывают в наше время. Сама выставка просто сама по себе. Она уже перестает быть актуальной, и это неинтересно. Неинтересна как экспонентам, так же неинтересна она посетителям. Поэтому мы выбрали для себя ряд форматов, которые мы хотим развивать. Это специализированные выставки, которые интересны будут профессиональным отраслям. И это выставки-ярмарки. Ну, мы не уходим от формата выставок-ярмарок. Это интересно, я думаю, это нравится жителям. Но при этом мы каждое из наших мероприятий выставочных, мы стараемся наполнить. Наполнить деловыми контактами, проведением семинаров, конференций, деловых встреч. Да что ж говорить, своим стилем они все разные. Ну да, это отдельная тема. Вот видите, если вы говорите о том, что вы заметили, что они каждая со своим стилем, то значит наша работа не проведена зря. Потому что мы как раз над этим очень много работаем и стараемся, чтобы каждая из наших выставок, их много, это сложно, но мы стараемся, чтобы каждая имела свое лицо и была индивидуальной. Вот, кстати, хороший пример в тему разговора. Одна из самых крупных, самых известных и, пожалуй, любимая многими семьями выставка-ярмарка, международная выставка-ярмарка «Весна в Гомеле». Какой она была в 2015-м? Расскажите коротко о ее формате и концепции. Она была самой масштабной из всех, которые проводили до этого. Ну и по-другому не может быть. Мы каждый раз стремимся, чтобы выставки наши были масштабнее, чтобы они были новее с точки зрения подачи. Тем более, что эта выставка проходит во время проведения Международного экономического форума. Внимание двойное, как минимум. Два мероприятия, которые взаимно друг друга усиливают. Поэтому очень правильно было в свое время принято решение о том, что их надо проводить в одни и те же сроки, потому что деловые круги могут увидеть потенциал области на выставке и поговорить с руководителями практически основного сектора промышленного предприятия и обсудить свои вопросы. С другой стороны, наши руководители могут поговорить с разными делегациями и руководители наших предприятий, своих партнеров привлекают в Гомерскую область увидеть, что изменилось за год, каким образом мы выросли, в чем-то, может быть, покритиковать нас. Но в целом, в любом случае, это праздник. И я думаю, он праздник и для жителей, кроме того, что это просто деловое мероприятие, визитная карточка, как мы любим говорить, нашего региона. Но это и праздник, потому что очень много людей, и мы видим, что очень много семей приходят с детьми, приходят на эту выставку. Им интересно посмотреть, что мы производим. Сейчас меняется и концепция. Какой она была в этом году? Да, мы меняем концепцию. Если в прошлом году это была концепция, посвященная 75-летию, то в этом году мы хотели представить новый формат, современный формат выставки. Мы ушли нашей выставкой вверх, постарались по-другому представить стенды. Они у нас уже не были традиционные, застройки торговыми рядами, они у нас были открыты. И мы сделали очень много новинок, и по конференц-залу он был другим. И самое главное, что мы в рамках выставки тоже старались развивать именно деловые контакты. Проводили очень много семинаров, презентаций. Это важно. Это важно для деловых кругов. Потому что если не будет у них интереса развиваться вот таким мероприятием, как выставка и форум, наверное, будет некуда. Марина Владимировна, мне подсказывают, есть звонок от зрителя «Беларусь-2». Предлагаю выслушать. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Я ремесленник Николая Петровича. Несколько раз у вас на выставках работал. В мае на Кожира и в июле на Ланге, вот не так давно. Хорошо было, посетителей были много. Хотел спросить, а в дальнейшем будете вы нас приглашать на свои выставки, чтобы мы могли показывать людям, жителям Гомеля, свою продукцию? Спасибо большое за вопрос. Вот, кстати, вопрос действительно в тему разговора. В 2015 году в рамках выставки «Весна в Гомеле» впервые, если не ошибаюсь, прошел международный форум ремесленников, если его можно так назвать. Расскажите об этом, ну и, понятное дело, давайте ответим на вопрос зрителя. Мне приятно, что вот такой вопрос задали. Спасибо вам большое. Такой праздник ремесленников прошел не впервые. Мы сделали такой посыл, пробу такую, в 2014 году. В этом году мы расширили этот формат и поработали отдельно с ремесленниками разных стран. И им понравилось, и нам понравилось. В этом году уже четыре страны принимали участие в празднике ремесленников. Нам радостно, что нас поддержало более 150 ремесленников в этом году из Республики Беларусь, из всех областей и зарубежья. Поэтому нам тоже понравилось работать с этими творческими людьми. И мы, конечно, хотим их приглашать и будем приглашать их дальше участвовать в наших мероприятиях. Тем более, что посетителям, я думаю, всегда интересные ремесленники, их работы разноплановые, самобытные. Они привлекают. Они, во-первых, привлекают даже на выставки. Действительно, выставки эти приобретают такой характер ярмарки. То есть, если мы говорим выставка-ярмарка, то это именно та подача. Наряду с крупными международными проектами, выставками, ваши специалисты организовывают и небольшие проекты региональные. Насколько сегодня востребованы они? В Светлогорске, Речице, Мозыре и Шлобине? Да, это еще одно направление, которое мы хотим развивать. Дело в том, что если раньше мы работали, в принципе, на всю Республику Беларусь, приглашали участников экспонентов выставки из всей Республики, то сейчас нам ставится задача руководством области максимально презентовать предприятия своего региона. И мы пробуем формат вот этих региональных выставок. То есть мы стараемся, если весна – это потенциал Гомельской области, то, например, Полесская скармница в Мозыре – это потенциал Полесья белорусского. И мы старались, чтобы вот в этом году, она была в десятый раз, эта выставка прошла в Мозыре, чтобы был представлен потенциал этого региона. Сейчас мы готовим выставку в Жлобине, там будет Жлобинский кермаш, и тоже работаем с райисполкомом для того, чтобы наполнить эту выставку именно предприятиями, характерными для этого региона. Плюс наполнить деловыми встречами. А деловые встречи у нас сейчас проходят на самом высоком уровне. Приезжают послы. В этом году уже в Жлобин подтвердила свою заинтересованность посольства Польши, будут принимать участие. Кстати, а что привлекает гомельчаны, жителей области, в выставках-ярмарках? Об этом и не только в нашей традиционной рубрике есть мнение. Наверное, ассортиментом товаров, то, что можно выбрать, как у нас говорят, пощупать, посмотреть, ценовой фактор. Думаю, разнообразие товаров, цена прежде всего. Ну, масса людей будет выбирать каждому, что нравится, в принципе. Очень интересное решение вопроса по представлению товаров народного потребления для горожан является выставка «Весна в Гомеле», которая проходит обычно в мае месяце. Она очень пользуется большим спросом у жителей города. И я знаю, что очень многие люди с удовольствием ее посещают. Для населения это очень удобно, поскольку, как правило, большой выбор товаров. И цены гораздо ниже, чем обычные цены в магазинах. В том, что в одном месте собраны различные товары, и ты можешь, не шатаясь по городу, найти все в одном месте. То есть сравнить конкурентную способность и цены. Тоже ты можешь попробовать различные товары на вкус, и оценить преимущества одного производителя, в отличие от другого. Конечно, разнообразие, когда какие-то поставки другие, не гомельские, может быть, товары, может быть, еще что-то такое. Больше ассортимент, конечно, может быть, цены там какие-то. Это сейчас очень актуально и важно. Разнообразие большое товаров. Товар весь хорошего качества, и можно купить в одном месте. Выставки и ярмарки привлекают меня прежде всего разнообразием белорусской продукции, которую можно рассмотреть, и множеством развлекательных мероприятий, такие как концерты на площадях, маленькие концертные площадки, на которых мы можем увидеть молодые таланты. Вот вы знаете, я иду, меня воодушевляет прям вот комок здесь. От нашего изобилия, от заботы о нас. Вот прямо даже бесплатно привезти домой покупку предлагают. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость студии, генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова. Марина Владимировна, ваши короткие комментарии. Я думаю, что такие мнения слышите от гомельчан, потенциальных покупателей, посетителей выставок, ну, как минимум, лестно. Ну да, это очень приятно. Тем более, что вот как раз в этих репортажах отчасти я вижу результат нашей работы и тех посылов, которые мы сами закладывали. Потому что действительно очень хочется представить потенциал, который зачастую не знаем мы сами. И видим именно на выставках, что могут, что нового появилось у предприятий. Мало того, мы приглашаем организации торговли принимать участие, чтобы они тоже видели, что нового производится нашими производителями. И еще одна тема, которую мы развиваем именно для посетителей, это различные викторины. Вот приятно, что получилось, что кто-то получил подарок. Мы проводим конкурсы. Приди на выставку, получи подарок. То есть это важно для того, чтобы люди пришли. И, кстати, очень важно для экспонентов, потому что подарки зачастую, они сами высказывают пожелания свои представлять, вот как призы в рамках таких конкурсов. Хорошо. А насколько заинтересованы в таких проектах местные производители? Всегда ли они расторопны, всегда ли готовы откликнуться на инициативы и приглашения представителей торгово-промышленной палаты? По-разному бывает. К сожалению, все еще по-разному. Ну, может быть, к сожалению, наверное, все-таки это этапы работы, скажем. Где-то, я абсолютно не исключаю, где-то недорабатываем мы, где-то есть какая-то инертность предприятий. Но то, что эти формы еще актуальны, и их надо продвигать, то есть мы готовы работать и искать новое, потому что презентовать себя надо. Мы говорим о том, что экспо в Милане проходит, то есть выставки, они еще не исчерпали себя, просто надо искать новые подходы, и это наша работа. Друзья, я же напомню еще раз, мы работаем в прямом эфире, телефон в Гомеле, 77 68 45. Марина Владимировна, время нашей программы постепенно подходит к завершению. Столько еще хочется расспросить. Поговорили мы о выставочно-ярмарочной деятельности. Расскажите коротко о структуре Гомельского отделения торгово-промышленной палаты. Мы сами являемся элементом структуры Белорусской торгово-промышленной палаты. Это общественная организация, то есть не государственная, не коммерческая организация. В каждой из областей находится унитарное предприятие, одно из них Гомельское отделение. И у нас в крупных регионах промышленных находятся наши филиалы. Это Жлобин, Светлогорск, Речица, Мозырь и представительство в Рогачеве. Там работают наши службы, наши эксперты, которые продвигают и работают как раз с населением тех территорий. Точно так же проводят выставки, ярмарки, экспертную деятельность осуществляют. Ну и работают с гражданами, что тоже и для них, и для других удобно. Чуть не упустили из виду экспертную деятельность Гомельского отделения торгово-промышленной палаты. Коротко расскажите об основных направлениях здесь. Ну, то, что это сертификаты, скажем, на продукцию, это известно многим. Ну, наверное, вот о тех темах экспертной деятельности, которые востребованы в настоящий момент. Это оценка объектов недвижимости, это судебная экспертиза. Вот сейчас популярны, например, судебные разделы, к сожалению, имущества. И с этим вопросом тоже к вашим специалистам. Да, это тоже к нам обращаются. Потому что мы работаем, в общем-то, я считаю, что качественно. Профессиональный уровень подтверждает наших экспертов хотя бы то, что мы работаем с такими организациями, как УВД, как Следственный комитет. Мы очень плотно работаем с таможней. Поэтому услуги востребованы и эти, и сами мы стараемся развиваться. Еще раз подчеркну, опять же, экспертиза, количество, качество, комплектности для нас, как региона, который является экспортно-импортным, это тоже очень важно. Марина Владимировна, продолжим беседу. Ну, а пока еще один звонок от зрителей «Беларусь-2». Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Елена Александровна, я преподаватель Гомельского университета. Елена Александровна, ваш вопрос. Наши студенты приходили в торгово-промышленную палату на семинар, а работники рассказывали о всех видах деятельности, которые делает торгово-промышленная палата. Знаете, студенты отзывались очень хорошо, и, если честно, я сама тоже вижу в этом практический результат. Это познавательно было. Марина Владимировна, скажите, будут ли еще проводиться такие мероприятия, так, чтобы мы могли их, вот эти встречи, включить в наш учебный процесс? Спасибо большое за вопрос, Марина Владимировна. Спасибо за вопрос. Да, мы практикуем такие встречи, и нам интересно. Во-первых, мы видим интерес к нам. Опять же, это реклама среди молодежи, которая потенциально является нашими последующими, возможно, сотрудниками. Поэтому мы с удовольствием с ними работаем, и мы хотим расширять формат этой работы, и с удовольствием будем продолжать такие встречи. Во-первых, мы рассказываем нашим студентам, особенно тем, которым занимаются экономикой. Им важно знать, что есть такая структура, потому что система торгово-промышленных палат – это всемирная сеть, которая помогает привлекать и реализовывать деловые контакты. И они, как люди, занимающиеся экономикой, безусловно, должны это знать. Мы обязательно будем продолжать эту работу. Спасибо вам за вопрос. Марина Владимировна, все-таки хотел бы я еще раз вернуться к экспертной деятельности торгово-промышленной палаты. Сегодня сверхвостребованы проблемные вопросы многих граждан с некачественными товарами, приобретенные в магазинах, на рынках и так далее. И с этими вопросами, с этими проблемами тоже готовы выслушать и встретиться в Гомельском отделении. Да, эти вопросы тоже рассматриваются нашими экспертами. На это выделен целый день. То есть один раз в неделю к нам могут приходить такими вопросами. В целом, конечно, мы работаем с разными категориями. Это в том числе и промышленные предприятия. Вот я уже говорила, традиционная экспертиза количества, качества, комплектности – это очень актуальная тема. И для того, чтобы получатели товара были уверены в том, что они получили качественный товар, важно, чтобы эта экспертиза проводилась. Она сейчас актуальна. Мало того, мы ее развиваем и рекламируем ее. И в 2014 году порядка 12, более 12 миллиардов мы смогли предотвратить ущерба, который мог бы быть нанесен области именно поставкой некачественных товаров. Если возвращаться снова к частным случаям, то и дело, я думаю, что витает вопрос о цене качестве. Про качество поговорили. А вот что касается цены, насколько по карману услуги специалистов и экспертов ТПП для наших жителей? Во-первых, работаем в конкурентной среде. И, безусловно, если мы не будем гибкими по цене, то нам очень сложно будет работать с кем-либо. Мы же не организация, которая может установить такой уровень цены, и к нам люди встанут в очередь. Поэтому именно конкуренция заставляет нас гибко рассматривать свои услуги. И, естественно, мы даем членам палаты, таких у нас более 300, даем льготы, существенные льготы. И, конечно, работаем над тем, чтобы мы конкурировали. Поэтому где-то мы можем снизиться абсолютно, скажем, до минимума. Но, опять же, то количество мероприятий, которые мы проводим, позволяют нам проводить вот такую политику. К тому же мы очень много работаем с иностранцами. И если говорить о том... Это позволяет и учиться. И позволяет учиться. И, опять же, зарабатывать. И зарабатывать на них тоже, что важно. Марина Владимировна, считанные минуты остаются до завершения нашей программы. Какой видите Гомельское отделение торгово-промышленной палаты, ее деятельность, своих сотрудников и коллег? Какие задачи ставите сегодня перед коллективом? Конечно, хотелось бы, чтобы эта деятельность была устойчивой. То есть, чтобы предприятие было финансово устойчивой. Это очень важно в наше время. Это самое главное для того, чтобы было базой к нашему развитию. А если говорить, что хотела бы развивать, то мне очень нравится вот тот творческий дух, который у нас сейчас сложился. У нас очень много сотрудников с такими идеями, которые еще можно будет воплощать и воплощать впереди. Поэтому какие-то мы сейчас реализуем, какие-то придумки приходят в процессе. Очень много подсказок поступает. Мне радостно, что сотрудники готовы учиться. И мы не только учим, проводя семинары, но мы готовы сами учиться. Поэтому я вижу огромный потенциал в этой структуре. И опять же говоря о всемирной сети. Готова подчеркнуть, что это уникальная сеть. В партнерстве успех. Мы сегодня с вами начинали разговор с рассказой, воспоминаниями о всемирной выставке Экспо-2015. Все же хочу этим и закончить. Какой видите выставочную деятельность в нашем регионе в будущем? Ведь это тоже важно и, пожалуй, одно из основных направлений. Хотелось бы, чтобы это была современная подача. Потому что формы меняются, даже, можно сказать, не ежегодно. Поэтому выставочная деятельность, ее надо поддерживать. Ее надо развивать. Нужно быть постоянно современным. Надо все время быть на волне на этой, чтобы поймать новое. Поэтому новые концепции, то, что мы придумываем и излагаем какую-то выставку уже в определенной концепции, чтобы люди понимали, что мы хотим ей сказать. Не просто сама по себе выставка. То есть традиции все-таки это направление в силе, но никак нельзя без новации. Это самое правильное направление. Во-первых, надо сохранять традиции. И выставки должны их продвигать и поддерживать эти традиции. Но без инноваций никуда. Марина Владимировна, спасибо большое за полезный и интересный разговор. Я же напомню, что гостей программы «Диалог» сегодня была генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова. На этом ставим точку. До встречи на «Беларусь-2». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok